Привет, друзья! В этом видео у меня будет обзорчик моторизированной тележки, или так называемой доли, и битва механического девайса, вот такого, с электронным. Давайте посмотрим, что же это за девайсина такая. В руках у меня моторизированная тележка Lensgo L8X. Давайте посмотрим, что у нас в коробке, что в комплекте. Мануал и сама тележка. Тележка выглядит очень компактненько и малепусенькой. Давайте ее соберем. Поставим батареечку. Как ни странно, питается она всего от одного элемента ААА. В комплекте у нее пульт тяжка. И крепление для смартфона. Но мы его сегодня использовать не будем. Мы поставим на тележку камеру. И вот такое вот колесико дополнительное, которое устанавливается на эту тележку, чтобы мы могли сделать панораму 360. Сейчас тоже нам это не надо. Давайте же поставим на нее камеру. Как не хлипко выглядит эта конструкция. И весит она всего 300 грамм. Но в мануале написано, что она выдерживает камеру до 5 килограмм. Честно говоря, 5 килограмм мне на нее было бы поставить страшно. Но маленькую 650 мы поставим на нее смело. Весит она немного. И я надеюсь, что тележка ее удержит. Вытащим немножко подальше колесико и зажмем камеру. Как ни странно это выглядит, стоит она достаточно уверенно и устойчиво. Давайте попробуем, сможет ли она ездить. Ну и ездить тоже у нее получается. Слайдер имеет несколько предустановленных режимов. Управляется с пульта. Во-первых, вы можете запустить его просто в одну или в другую сторону. И поменяв угол колесиков, вы меняете угол движения тележки. Когда колесики боковые стоят прямо, тележки едут прямо. И, кстати, еще одно хорошее ее умение. Если вы поставите ее на рельсы, то, в общем, вам не нужна никакая ровная поверхность. Но, по-моему, прикол ее именно в том, чтобы она ездила по столу. Если вы снимаете какую-то предметку, использовать вот такую девайсину очень хорошо. Именно для предметки я взял себе механический слайдер. Который тоже, в общем-то, те же функции имеет. Вы меняете угол колес, у него появляется радиус. То есть, можно объезжать какие-то мелкие объекты на предметной съемке. И когда вы выставляете колесики прямо, то слайдер ваш едет, тележка ваша едет прямо. То есть, в общем, функционально они одинаковые. Единственное, что неудобно делать на ручном слайдере, это делать проездку равномерно, ровненько. Здесь помогает ускоренная съемка. Если вы выставляете высокую частоту кадров, то справиться на ручном слайдере гораздо проще. Потом в замедленном виде вы это все дело воспроизводите. Здесь же вы можете использовать более простую камеру, которая на моторизированной тележке может не иметь высокой частоты кадров. И снимать вы плавненькую, ровную проездочку можете на стандартных 25 или 30 кадров в секунду, которые выдают дешевые или старенькие камеры. Итак, давайте протестируем ее в работе. Запустим ее влево. Запустим радиус. И запустим радиус в другую сторону. Как мы видим, с фотоаппаратом слайдер справляется. Но, честно говоря, я не представляю, как он будет ездить, если на него поставить 5 килограмм. Но это нонсенс, ребята. Давайте теперь проведем практический тест. Я сниму механическую тележку при помощи моторизированной, а моторизированную тележку при помощи механического. И мы сделаем пару футажей, которые можем сравнить между собой. Про режимы рассказывать не буду, потому что основной прикол ее то, что она просто ездит. И вы можете добавлять заданные точки, паузы, продолжение движения. Здесь это все управляется с пульта. В принципе, ничего сложного. В мануале это все написано. Но я, в общем, не придумал даже для каких условий мне нужны эти программы. Тележка поехала, по кнопке остановилась, потом продолжила путь. Либо ездит туда-сюда. Вот единственный вариант, который я нашел для себя применимым, это когда ты задаешь траекторию в одну сторону и в другую. И тележка просто ездит в одну и в другую сторону. И ты там в кадре меняешь какие-то предметы. Вот разве что этот режим. Все остальные я не придумал, как использовать. Разве что регулировка скорости тоже доступна с пульта. Все это есть в мануале. Поэтому углубляться в это не буду. Основной вопрос мой сегодня. Нужно ли платить 50 баксов за моторизированную тележку? Или можно справиться с девайсом за 15 в среднем долларов? Потому что Ленс Гоу тележка стоит 50 долларов. А такая тележка на Алиэкспрессе стоит до 15 долларов. Поэтому давайте основной вопрос сегодня решим. Нужно ли покупать моторизированную? Или можно справиться с ручной? Итак, поехали. Перейдем к практическим тестам. Как показала практика, механические и моторизированные тележки сделаны для разных весовых категорий. Сначала про механическую. На нее смартфон будет слишком легким. А вот DSLR камера на механической тележке стоит замечательно. В общем, углы выставляются удобно. Единственный минус, что сделать равномерный проезд очень-очень тяжело. И ход колес не идеальный. Хотя они и силиконовые. Но хотелось бы, чтобы они были чуть-чуть помягче. Потому что все-таки чувствуется вибрация. Моторизированная тележка от Ленс Гоу отлично справляется со смартфоном. В общем, это ее весовая категория. Естественно, ни про какие 5 кг речь не может даже идти. DSLR камера Canon EOS R с объективом 24-70 более-менее нормально стоит, когда ориентирована в сторону длинной ноги. То есть делать, в общем-то, параллельные проездки с DSLR камерой на моторизированной тележке Ленс Гоу можно. Но как только мы пытаемся повернуть камеру объективом вперед для наезда или отъезда, тележка уже не держит и заваливается. То есть можно однозначно сказать, что тележка эта с DSLR камерами будет работать проблематично. Разве что с маленькой Сонькой и с очень маленьким объективом. Без зеркалки или зеркалки на нее становятся с большущим трудом. И сделать могут далеко не все. Итак, тесты вы посмотрели. Теперь обобщу и подведу какой-то итог. Выведу свое мнение какое-то. Значит, во-первых, то, что мне не понравилось, сразу скажу. То, что угол колесиков меняется не пошагово. То, что вы его можете выставить под любым углом, это, конечно, классно. Но мне бы хотелось каких-то трещоток, чтобы можно было по одному и тому же углу выставлять колеса одинаково. Здесь же чуть-чуть вы тележку зацепили и угол у вас уже сбился. И ту же траекторию вы повторить уже не сможете. Это минус номер один. Минус номер два, то, что работает она от маленькой ААА батареечки. Я бы, честно говоря, сделал ей больше питания, чтобы просто на дольше хватало. Может быть, было больше мощности у нее. Хотя, наверное, больше мощности ей и не надо. Потому что DSLR камеру тележка тянет. А большую broadcast камеру вы сюда не поставите. Хотя, ну, зачем они написали, что она держит пять килограмм, я не понимаю. Сама тележка мне понравилась. Пользоваться ей просто. Удобно? Да, удобно. Удобнее ли, чем механической? Однозначно удобнее. Поэтому мой вердикт таков. Если вам нужно регулярно снимать предметную съемку, если вы, например, ведете YouTube канал про кулинарку, берите моторизированную, вы сэкономите очень много времени. Если вам нужно снимать предметку и вот какие-то такие крупнички проезды очень редко, то, наверное, можете сэкономить те же там 30 долларов и купить себе механическую. Хотя, с другой стороны, 30 баксов не такая большая разница, чтобы брать девайс хуже. В общем, ребят, решать вам. Мне штука понравилась. Ну, как минимум, понравилось с ней поиграться. Нужна ли она вам? Решайте. Напишите вообще, что вы думаете про подобные девайсы. Я не знаю даже, как ее назвать. Но это удобно, например, тем, что вы можете использовать ее и как слайдер, и как тележку. То есть, на столе, на ровной поверхности она работает замечательно. И неплохо она будет работать, если вы будете возить с собой небольшие рельсы, и вы можете работать на натуре. Потому что, если будет какая-то неровная поверхность по асфальту, я думаю, тележечка эта будет ездить уже не очень хорошо. Ей все-таки нужна хорошая ровная поверхность. Так что, спасибо, ребят, за просмотр. Оставайтесь на канале. Будем иногда и вот такие странные и удивительные девайсы тоже исследовать. С вами был Сергей Блинов на канале VideoZoneXL, который посвящен видеосъемке, монтажу и всяким странным девайсам. До встречи, ребят. Пока.